Домом Большой Надежды называют Весновский дом-интернат в Глубском районе. Живущие здесь дети не похожи на других. Они имеют большие проблемы с социальной адаптацией. Новым вызовом для всего мира стал коронавирус, а людям с особенностями здоровья и тем, кто за ними ухаживает, пришлось тяжелее остальных. Наша съемочная группа со всеми мерами предосторожности посетила Веснова и познакомилась с врачом общей практики Инной Голомака, которая недавно стала Человеком Года Могилевщины. Влад, как ты себя чувствуешь? Нормально. Ничего тебя не беспокоит? Нет. Ты сегодня кушал нормально, проснулся нормально? Да, все хорошо. Все хорошо. Сейчас в Весновском доме-интернате обычно масочный режим и противовирусная профилактика. Воспитанники ходят на учебные занятия и занимаются творчеством в кружках. Но так случилось, что именно в Веснова год назад встретили первую волну коронавируса, когда в области ковид болели единицы. Тогда местным медикам пришлось во всех смыслах бороться за своих воспитанников, чей иммунитет и без того непредсказуем. И здесь ключевую роль сыграли профессиональные человеческие качества всего коллектива. Ведь сражаясь с инфекцией, нельзя было остановить основную реабилитацию детей. Потому что именно благодаря вот этой реабилитации, они по каким-то, пусть даже самым маленьким показателям улучшения состояния и здоровья, все-таки мы добиваемся того, что мы улучшаем их качество жизни. Мы делаем их жизнь немножко более эмоциональной, более яркой, более красочной. Многим воспитанникам интерната с трудом удается адаптироваться к окружающему миру. И это действительно большой успех, когда дети приобретают жизненные навыки. Александру 14 лет. Под пристальным наблюдением няни он самостоятельно готовит на кухне обед из разных блюд. Что вы сегодня готовите? Картошка и суп и мясо. Вкусно будет? Да, вкусно. Тяжело это научиться готовить? Да, тяжело. Александру действительно непросто. Но у него есть мечта – стать поваром и готовить для ребят и девчонок, которые живут в интернате. Он очень любит у нас находиться на кухне, готовить, помогать. Он даже фантазирует что-то, рассказывает. Давайте вот так это сделаем, может вот так это сделаем. Но у него желание есть. Свои рецепты уже предлагают? Да, есть. Бывает что-то хочет добавить. Может вот это добавим, может вот это добавим. Есть у него такое. 20-летняя Настя с помощью своей страницы в интернете общается со всем миром. И особенно с друзьями, волонтерами из Ирландии, которых считает своей настоящей семьей. Анастасия наша просто умничка. Она, несмотря на свое заболевание, стремится к самостоятельности. Она очень много действительно делает сама. Не только печатает за компьютером. Но и сама себя обслуживает. Она может самостоятельно одеться. Она может спуститься с коляски и взять необходимую ей вещь. Она может сама расчесаться. Сама умыться. Короче, очень много вещей, которых она действительно делает сама. Более того, девочка самостоятельно выучила английский язык. И на вопрос о самой большой мечте она отвечает просто и мужественно. Восстановить свою дееспособность. Восстановить дееспособность – большая цель воспитанников интерната. А это почти 170 человек. Детей и взрослых в возрасте до 40 лет. И если с помощью персонала и таких людей, как Инна Голомака, удается развить у кого-то даже минимальные потенциалы жизненных навыков, это считают общей победой. И, почему нет, событием года.